Здравствуйте! В студии Кирилл Гусев. В состав правительства Алтайского края входит 13 министерств, каждая из которых отвечает за развитие самых важных направлений в жизни региона. Как работает региональный кабинет министров? Какие задачи поставил губернатор Виктор Томенко? И что уже сделано? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете из нашей программы «Открытое правительство». И сегодня к нам в гости пришел министр транспорта Алтайского края Александр Геннадьевич Дементьев. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Здравствуйте, Кирилл. Министерство транспорта Алтайского края является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по участию в проведении государственной политики в области транспорта, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения на территории региона. Александр Геннадьевич Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Моралихо, Восточно-Казахстанской области, образование высшее. В октябре 2018 года назначен министром транспорта Алтайского края. Александр Геннадьевич, вы не понаслышке знаете дорожную специфику нашего региона. В связи с этим вопрос, какие планы у министерства на 2019 год и какие задачи перед ВАБИ поставил губернатор? Территория края у нас очень обширная. Протяженность всех дорог, включая федеральные, межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные дороги, более 50,5 тысяч километров. Всю эту сеть нужно поддерживать в состоянии для бесперебойного и безопасного проезда всех пользователей дорог. Это самая главная задача. Необходимо отметить, что всего лишь, к сожалению, 38% сети региональной межмуниципальной дорог, это из 16 167 километров, которые составляют 38% всего, находится у нас в нормативном состоянии. Этот показатель значительно отличается, наверное, от соседей. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но самая главная задача, которую поставил губернатор перед нами, это увеличить процент именно дорог, отвечающих нормативным требованиям, для того, чтобы любой житель края, гости, края транзит, транспорт мог проехать спокойно. Вопрос тут достаточно сложный, потому что сеть на самом деле очень большая и построенная еще в 80-е годы прошлого столетия, нерассчитанно под те нагрузки, которые мы сейчас имеем. Большегрузный транспорт, интенсивность движения, которая значительно прирастает с каждым годом. Но основная задача, которая поставлена губернатором, это основной упор сделать на ремонт и содержание дорог. Этими мероприятиями увеличить количество дорог, соответствующих нормативным требованиям. На протяжении последних двух лет в Алтайском крае реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Можно ли уже давать какие-то оценки этой программы и какие работы предстоят в 2019 году? Да, из 36 субъектов Российской Федерации Алтайский край вошел в это количество. С 2017 года на территории Барнаульской агломерации реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году в него, кроме Барнаула, еще вошел и Новоалтайск. Всего за два года удалось отремонтировать более 96 дорог и улиц. Это более 240 километров, если брать в таком исчислении. Я думаю, что жители края отметили. И основной показатель, который есть, это доля сокращения количественных мест концентрации ДТП, оно сократилось к уровню 2016 года на 50%. И если мы говорим, что в 2017 году мы стартовали по состоянию нормативному техническому дорог в Барнаульской агломерации 44%, то по концу 2018 года после инструментального обследования этот процент уже составил практически 63,7%. То есть прирост есть, он значительный. Я думаю, что жители краевой столицы, гости, кто приезжают в Барнаул, видят, что состояние уличной дорожной сети города, подъездных путей, и тех дорог, которые входят в агломерацию, именно Барнаульскую, Новоалтайскую, становятся лучше. В 2019 году у нас работы по Барнаульской агломерации будут продолжены. Средства федерального бюджета на нее предусмотрены в размере 680 миллионов рублей. Также в этом году на нее федеральные средства тоже предусмотрены, чуть меньше 370 миллионов рублей. С учетом софинансирования в 11%, это будет порядка 430 миллионов рублей выделено на Бийскую агломерацию. Там планируется выполнить ремонт во всей агломерации более 27 километров. В Барнауле этот показатель состоит, включая с Новоалтайском, порядка 77 километров мы приведем в 2019 году в нормативное состояние. Еще один амбициозный большой проект, которого все ждут, это дорога в обход города Барнаула. На какой стадии он находится? Проект действительно хороший, потому что любой столичный город должен иметь и мечтает о том, чтобы у него была полноценная кольцевая дорога. В рамках реализации данного направления разработан южный обход города Барнаула, который должен связать федеральную трассу, в которой он здесь, Чуйский тракт, за Новоалтайском. С выходом у нас практически на трассу, которая выходит у нас на Камень-на-Обей. Еще одна какая стратегическая задача в этом проекте, то есть даже если реализовать его поэтапно, это строительство мостового перехода, еще одного через Обь, поскольку мы имеем два мостовых перехода. Новый мост, который у нас введен в эксплуатацию в конце 90-х годов, и с 1969 года совмещенный мост, который у нас с двумя подводными эстакадами, который находится у нас в достаточно сложном техническом состоянии. Проект очень большой, очень объемный. Затраты по нему составляют более 60 миллиардов рублей. В настоящее время положительное заключение госэкспертизы по технической части получено, и проектная организация занимается тем, что получает достоверность сметной стоимости в главгосэкспертизе в Москве. Я думаю, что в первом квартале 2019 года мы получим уже подтвержденную сметную стоимость, будем заниматься процедурами технического и ценового аудита, рассматривать дальнейшие варианты решения данной проблемы. Либо это будет привлечение средств федерального бюджета, либо рассмотрим государственно-частное партнерство, либо конституционное соглашение. Сказать, что мы решим, буквально построим такой масштабный объект за 2-3 года, нельзя сказать. Это перспектива ближайших 5 лет, над которыми мы будем работать. Дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составит более 10 миллиардов рублей. Из них около 9 миллиардов средства краевого бюджета и более 1,8 миллиардов средства федерального бюджета. Часто жалуются на состояние дорог краевого значения. Наверное, все-таки проблема в недостатке финансирования. Какие направления, на ваш взгляд, нужно ремонтировать в первую очередь? Надо сказать, что действительно состояние дорог региональной межмуниципальной сети у нас, как я уже сказал, составляет в нормативе всего лишь 38%. Сеть достаточно обширная. Средства на ее содержание у нас, если по нормативу брать, составляют чуть меньше 30%. То, что необходимо нам по нормативу и то, что мы имеем. И на самом деле определение приоритетов и распределение достаточно ограниченного ресурса с максимальной эффективностью – это очень сложная задача. Было выполнено обследование дорог. Мы имеем по региональной сети инструментальное обследование и понимаем, какое состояние дорог у нас в каком направлении. Также учитывается интенсивность движения, количество проходящих большегрузов, количество проходящих автобусов. Учитываются трансграничные перевозки, которые у нас проходят через территорию. И с привлечением, допустим, либо мы нам экспорт поставили, либо импорт. То есть тоже это все учитывается. И также учитывается туристический потенциал для того, чтобы у нас гости, приезжающие в Алтайский край, могли себя чувствовать более комфортно и в эту сторону развиваться. Поэтому выбраны основные у нас три направления. Это строительство и реконструкция дорог, или искусственных сооружений, говорим не дорог, на направлении южном, в сторону границы с Республикой Казахстан. В рамках содержания и ремонта большой объем работ выполняется по направлению Барнаул-Камень-Яровой-Славгород. В направлении границы, скажем так, наших соседних субъектов это Кемеровская область, Целинная, Тогул, Залесово, то есть в том направлении. То есть именно те маршруты, по которым мы имеем максимальную интенсивность движения. В 2019 году в бюджете края существенно выросли расходы на дорожную сферу. При этом дорожники края еще задействованы в проекте формирования комфортной городской среды. Насколько готовы дорожники края к реализации нескольких крупных проектов? Хватит ли у них мощностей? Хотелось бы отметить, действительно, да, что в этом году, наверное, такого дорожного фонда у нас не было, потому что мы перешли цифру в 10 миллиардов рублей. Дорожный фонд с привлечением федеральных средств у нас составит порядка 10,6 миллиардов рублей. 8,8 миллиардов рублей – это средства краевого бюджета. Оставшиеся средства привлечены по разным проектам и по устойчивому развитию сельской территории в рамках агломераций и в рамках средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние по проекту безопасной и качественной автомобильной дороги, который реализуется в рамках 204-го указа президента. Нарастание мощностей и количество выполнения работ путем привлечения наших же организаций подрядных, всех, которые есть на территории края в проект безопасной и качественной дороги, позволил им постепенно наращивать свою мощность, увеличивать компетенции, компетентность сотрудников, которые работают в этом направлении. Я думаю, что привлечение тех же подрядных организаций в рамках реализации других проектов, скажем так, параллельно существующих и развивающихся с нами не приведет к значительным затруднениям. Вопрос только в том, в своевременности проведения конкурсных процедур, определения объемов работы и распределения ресурсов в этом направлении. Поручение такое дано в том, что все эти работы должны быть синхронизированы и по комфортной городской среде, и в рамках безопасных, качественных автомобильных дорог, и в рамках тех средств, которые муниципалитеты получают с субсидиями из краевого бюджета на реализацию проектов в своих локальных муниципалитетах. Все это увязано в единую программу, которая должна нам дать результат и привести дороги в нормативное состояние. Дорогу важно не просто сделать, но еще сохранить. Какие меры предпринимаются в Алтайском крае для сохранения дорожного покрытия? Кейл, действительно, вопрос сохранности дорог стоит очень остро, поскольку затраты, которые мы несем на восстановление дорог, которые разрушаются у нас большегрузными транспортами, они, в принципе, колоссальны. Для того, чтобы контролировать передвижение большегрузных крупногабаритных транспортных средств по территории Алтайского края, построено 34 поста весового контроля, площадок для весового контроля, на которых работают 6 передвижных весов, они мобильно передвигаются, перекрывая те или иные направления. Двое стационарных весов имеются, которые работают с привлечением специалистов на месте. И четыре поста ВИМ-весов, которые работают в автоматическом режиме, в движении взвешивают транспортное средство и автоматически, так же, как по фиксации превышения скорости или проезд на красный светофор, сразу выносится постановление об административном правонарушении. Есть проблемы в этом, поскольку водителями, которые знают, что они нарушают заведомо, допустим, берем, за октябрь месяц чуть меньше полутора тысяч было произведено взвешивание и зафиксировано превышение нагрузки на ось разрешенной. Из них более 550 случаев, когда государственные номера были завешены, что не дает возможности распознать транспортное средство. И более в 730 случаях транспортное средство выезжало, нарушая разметку на встречную полосу, так же, чтобы сделать нелегитимным результаты взвешивания. С этим совместно с ГИБДД, я думаю, что в 2019 году мы организуем работу, и мы уже ее сейчас организовываем. Будем с этим бороться для того, чтобы сохранить наши дороги. И те средства, которые колоссальные средства тратятся из краевого бюджета и выделяются из федерального бюджета, были более целенаправленными и обеспечивали прирост дорог в нормативном состоянии. Спасибо, Александр Геннадьевич. Нам остается пожелать вам только успехов в вашей работе. Спасибо большое. О работе Министерства транспорта Алтайского края мы сегодня говорили с Дементьевым Александром Геннадьевичем. Смотрите программу «Открытое правительство» и будете знать все о жизни регионального кабинета.